друзья это видео которое вы сегодня увидите самый настоящий мастер-класс с кучей цифр параметров и других знаний и поэтому если хотите получить от него настоящую пользу приготовьтесь ставить на паузу и записывать дорогие друзья вот и настал тот день которую мы все долго ждали сегодня наконец-то мы с вами избавимся вот от этого и от этого говнище которое называется окна от застройщик на самом деле нет сегодня мы их просто будем замерять но это уже первый шаг избавлению от этого говнище помогать мне в этом будет специально обученный человек здравствуйте друзья меня зовут константин моя компания занимается установкой окон на объектах земспро и сегодня мы покажем как мы будем замерять окна кстати константин это не просто какой-то окончик это мой проверенный окончик который ставит окна на моих объектах всего у меня примерно 30 таких партнеров от механизированной штукатурки до окон дверей кондиционеров есть также кухончики мебельщики и другие и каждого из них я проверил на сотнях собственных объектов и чтобы вы могли к ним обратиться запомните есть сайт земс база точка ру это база моих проверенных подрядчиков в каждом из которых я уверен на сто процентов а константин повторюсь один из них и вот вместе с константином мы сейчас будем эти окна замерять замерим и обычное окно и балконный блок и даже внешние остекление и начнем с самого главного все окна которые видно одновременно должны находиться на одном уровне то есть их подоконники должны находиться на одинаковой высоте от пол и у нас когда мы делаем заказчикам ремонт подключен начнем с того что у нас вообще заказчики об этом не париться они отдают ключи и уезжают на полгода но даже те наши заказчики которые делают у нас только проект а потом берут у меня вот этих окончиков они тоже об этом не париться потому что вот это все делают окончики но в обычной жизни вот это вот все делает либо прораб либо собственноручно заказчик поэтому показывать буду все под ключ потому что не каждому удается поработать с моими окончиками итак первое что нужно сделать это взять лазерной оси построитель и элевационный штатив именно элевационный то есть тот у которого есть вот такая вот крутилочка вот такая вот штанга которая поднимается опускается когда вы крутите крутилочку потому что на обычном штативе только с помощью изменения высоты ножек вы замучаетесь ловить нужный уровень только элевационный штатив затем на оси по строителю нужно включить горизонтальную плоскость а затем с помощью штанги элевационного штатива выловить самую высокую точку на всех подоконных частях и на этой и на это то есть луч нужно выставить таким образом чтобы он нашел нам самую высокую точку на обоих подоконных частях в нашем случае она находится вот здесь затем от этой точки нужно отступить внимание полтора сантиметра потому что самый тонкий пенный шов под подставочным профилем чтобы он не промерзал чтобы он был корректно заполнен должен составлять полтора сантиметра при этом вот здесь он может быть и три сантиметра если подоконная часть кривая и 45 пофигу главное чтоб самым тонком месте не менее полутора сантиметра затем после того как вы нашли эту точку g вам нужно вооружиться рулеткой маркером и поставить будущем окончиком нулевую отметку причем поставить ее нужно около каждого окна для этого вначале поставьте одну отметку затем поднимите штангу чтобы лазерный луч попал на эту отметку а затем не поленитесь пробегитесь по всем окна только не загораживайте себе все поставьте эту отметочку как можно больше в количестве мест и даже там где подоконная часть находится далеко внизу и просто дверь не поленитесь и поставьте черточку с вас не убудет а кончики потом скажут спасибо ну или как минимум не накосячить затем после вот этой разметки можете смело уже вызывать мастеров по окнам и говорить вот это у нас нулевая отметка и именно от этой точки должны начинаться окна и расти вверх теперь выключаем осипа строитель убираем его подальше потому что константин в два раза крупнее меня осип строитель очень хрупкая штука и мере высоту проема из внутри и снаружи а также диагональные высоты особое внимание обратите на то что нулевая отметка у нас уже есть и она обозначает низ будущей оконной конструкции с учетом подставочного профиля то есть мастеру в итоге не нужно вычитать из итогового замера толщину нижнего пенного шва ему нужно замерить от нулевой отметки до верха проема а затем просто вычесть размер верхнего пенного шва размер верхнего монтажного шва составляет как правило 30 миллиметров поэтому я замеряю размер от верха проема до нулевой отметки и вычитаю размер верхнего монтажного шва то есть 30 Перед тем, как что-то мерить, нужно нарисовать эскиз будущего изделия прямо на листке бумаги. При этом данный эскиз должен включать в себя не только силуэт изделия, но и будущие импосты. В нашем случае это прямоугольная конструкция с двумя импостами, каждый из которых находится на одной трети от общей длины изделия. Теперь замеряем общую высоту. Высота проема у нас была 1600 мм, мы из нее вычитаем 30 мм и получаем 1570 мм. Вот он размер нашего изделия, который мы будем заказывать. Теперь нам нужно замерить ширину будущего изделия. Для этого в трех местах замеряем ширину проема, находим минимальную и вычитаем 60 мм, чтобы с каждой стороны пенный шов составлял минимум 30 мм. Размер одинаковый 2 м ровно, снизу, посередине и сверху. Вычитаем по 30 мм с каждой стороны и получаем 2 м минус левый монтажный шов, минус правый монтажный шов и получаем размер 1940. И особое внимание обратить еще и на то, что сегодня мы показываем, как замерить пластиковые окна, которые будут устанавливаться вместо пластиковых окон. О том, как заменить деревянные окна на пластиковые, будет отдельное видео, потому что замер там производится гораздо сложнее и абсолютно по-другому. Это упрощенная версия замера, которая поможет вам просто поменять вот это говнище. И суть этого замера состоит в том, что нужно просто посмотреть, как замерены старые окна и избавиться от косяков предыдущего замерщика. Все. Всегда перезамеряйте размер каждой створки, чтобы убедиться в том, чтобы в новых окнах не было нарушения по фасаду. И объясню, что это значит. Фасадная часть здания строго утверждена. Если вы сдвинете импосты влево и вправо, немножко этого никто не заметит. Но если вы сдвинете их существенно, то вам дадут предписание о восстановлении фасадной части здания. То есть заставят поменять ваши новенькие окошечки на окна с разбивкой, как были у застройщика. Поэтому, чтобы избежать лишнего геморроя, всегда измеряйте, где находятся импосты относительно края и относительно края рамы, а затем оставляйте их на том же месте. Никогда не пытайтесь взять из этого окна, сделать вот такое здоровенное окно с одной створочкой слева или здоровенное окно с одной створочкой справа. Заставят, переделывают практически всегда. Теперь замер балконового блока, и он производится немного сложнее. Сразу заранее скажу, что замер балконового блока производится от нижней нулевой отметки. В нашем случае она будет условной, потому что в моем проекте, это моя квартира, этого изделия вообще не будет. Здесь будет просто проем, и лоджия будет присоединена. Но для того, чтобы видео было максимально наглядным, мы сейчас сделаем замер этого балконового блока. И для этого предположим, что в техническом проекте, который составлен по данному объекту, написано, что нижняя нулевая отметка находится в 110 миллиметрах от уровня чернового пола. И для того, чтобы сделать замер максимально корректно, нужно выставить лазерный оси построителя. Затем его нужно выставить таким образом, чтобы горизонтальная плоскость находилась на высоте 1 метр плюс нулевая отметка, то есть в нашем случае на высоте 1 метр 11 сантиметров от чернового пола. Затем нужно убедиться, что отметка выставлена корректно, а затем с помощью маркера перенести ее на стену и сделать ее более длинной, чтобы не спутать ее вот с этой. После этого нужно замерять от нее вниз и от нее вверх, выяснить размеры проема, а затем вычесть необходимый размер для пенного шва. Давайте этим и займемся, хоть ждать-то. И заносим в листочек. Теперь рассказываю, как это работает и особое внимание на все конкретные циферки. Первое, что мы выяснили, что уровень чернового пола находится в 110 миллиметрах вот от этой вот гидрошумоизоляции. После этого мы взяли эти 110 миллиметров и добавили к ним 1 метр, чтобы не ковыряться с лазерным построителем около пола. Получили вот эту вот отметку, которая равна нулевой плюс 1 метр. То есть она показывает мне 1 метр от будущей стяжки. От этой метки нам необходимо померить вверх и вычесть 30 миллиметров, чтобы выяснить, где будет находиться верх будущей оконной конструкции. 30 миллиметров, напомню, это будущий пенный шов. Затем от этой отметки нужно отмерить вниз и вычесть оттуда 15 миллиметров на нижний пенный шов. При этом в замере нужно будет написать без подставочного профиля, потому что рама, которая будет ставиться на стяжку, будет находиться в 15 миллиметрах от стяжки вот этой вот частью, а не вот этой. Рама ставится на стяжку без подставочного профиля, чтобы вот эти 15 миллиметров как раз были перекрыты чистовым напольным покрытием. Теперь о том, как замерить ширину. Запомните, ширины должно быть 2, а не 3. Не бывает такого, что есть общая ширина изделия, ширина двери и ширина окна. Мерить их отдельно категорически запрещено, потому что будет ошибка. запомните мастер должен померить ширину общую а затем выйти из нее ширину двери который он высчитал только так можно снять правильный замер балконового блока и вначале естественно снимается общая ширина проема а затем из него читается сколько естественно замер производится также в трех местах теперь замеряем ширину дверного проема дверной проем замеряется в двух местах общая ширина проем получил в 1600 миллиметров вычитаем 30 30 миллиметров получаем 1540 миллиметров ширина дверного проема составила 800 миллиметров вычитаем 30 и 30 получаем 740 миллиметров ну и все черношно получилось автоматически не надо запинаться а теперь внимание как померить высоту окна не как бы потому что мы это сделали на предыдущем этапе когда мы мерили высоту вот этого вот окна мы уже задали высоту вот этого окна его не надо нельзя запрещено мерить отдельно потому что если вы его померить и вдруг вам покажется что там нужно сделать пенный шов на 5 миллиметров побольше или на 10 подоконники получится на одном уровне а верхние откосы не на одном отходите туда вы будете вечно видеть что до потолка вот здесь вот и вот здесь разные расстояния посмотрите как окна находятся близко к потолку когда здесь будет еще и натяжной потолок полосочка над окнами будет буквально в несколько сантиметров и разница даже в один сантиметр в высоте окон будет критично заметно поэтому запомните когда вы мерить окна таким способом второе окно вообще нельзя мерить по рулетке его нужно просто точно сопоставить с тем окном но на всякий случай все-таки перепроверьте рулеточкой вдруг вы когда мерили ошиблись и вот этот пенный шов получится меньше 30 миллиметров тогда нужно взять за основу размер вот этого окна а в размер того внести коррективы и пусть там пенный шов будет побольше главное чтобы вот здесь он получился не менее 30 миллиметров меньше 30 будет промерзать просто запомните теперь самое сложное замеряем лоджию и переделываем баланс белого там другое освещение а лоджии первым делом нужно выбрать цвет будущего остекления потому что оно должно полностью соответствует фасадной части здания для этого мастера должны быть вееры и вееры об этом будет отдельное видео сегодня на этом заморачиваться не будем сегодня мы меряем потому что цвет у каждого свой и говорить о веерах можно часами поэтому просто даю константину и приступаем к замеру и первое самое главное что нужно запомнить первое самая основная гигантская непоправимая ошибка это забыть о том что пол будет подниматься а лоджий пол всегда поднимается в нашем случае на те же самые один сантиметр собственно для этого всю стяжку и будем поднимать чтобы здесь было тепло в этом целью подъема на такую гигантскую высоту чтобы нормальный пирог был обустроен именно лоджии чтобы лапки будущего заказчика алексей земского тут не мерзли вот если об этом забыть и взять за основу старый парапет то новые окна будут абсолютно небезопасными потому что высота парапета чтобы люди туда не вываливались должна быть минимум метр десять от будущего чистового пола в нашем случае это не актуально потому что у нас здесь есть вставка которая обеспечивает ту самую безопасность просто берем и меряем как есть меняемся местами и первым делом разбираемся с высотой будущего изделия для этого берем и просто меряем высоту во всех местах и находим минимально а затем вы читаем 15 миллиметров снизу и 30 миллиметров сверху сейчас высота парапета метр а должна быть метр в 10 от пола поэтому здесь есть вот такие вот вставки у большинства их нет поэтому просто запомните безопасную высоту метр 10 от чистового пола обратите внимание замер производится по каждому импосту то есть по каждой секции текущего истекления чем больше шагов замера вы сделаете тем точнее получится замер и особое внимание обратите на то как специалисты держат рулетку во первых запомните работу с рулеткой достаточно опасная штука обрезаться бы и острые края очень легко во вторых запомните специалисты никогда не меряют вот так что смотрите замерщик который делает что-то вот такое вот нахрен гоните его в шею со своего объекта любой специалист всегда вытянет рулетку вот таким вот образом затем поставить ее на устойчивую опору а затем доведет до потолка и посмотрит на размер только так размеры можно снять правильно специалисты никогда не меряют вот так это максимально тупо специалисты всегда подламывают рулетку и меряют вот таким вот образом только так можно снять точный замер только так он может убедиться что рулетка стоит не так не так и размер будет снят точно Запомните это и наблюдайте за тем, как люди меряют Потому что вот это вырабатывается годами Если к вам приехал замерщик, который вот так вот делает Скорее всего, это начинающий замерщик, скажем так После того, как вы намерили высоту, ее нужно записать Вычтя 3 сантиметра сверху и полтора снизу А еще лучше вычесть 30 миллиметров сверху и 15 снизу, так точнее И особое внимание обратите на слой внешнего утеплителя Это просто вата Если вы присоединяете лоджию, в ней нет никакого смысла Там будет тепло, если это остекление будет теплым И парапет, и потолок, и пол будут достойно утеплены Поэтому в первую очередь ее нужно убрать А если вы не успели убрать ее к приезду замерщика Просто учтите ее толщину и вычтите Чтобы учесть ее толщину, нужно просто отбить вот здесь вот кусочек И посмотреть, сколько же действительно составляет толщина внешнего утеплителя И снимать замер нужно именно с учетом этой толщины, то есть за ее вычетом Иначе потом, когда вы ее уберете, там будет вот такой вот добор, который будет вас бесить вот такой вот широкой белой полосой То, что я сейчас сказал, это самая тупая ошибка и самый большой развод замерщиков Они говорят, мы это все учтем и вам сделаем стекло до самой стены Мы вам сделаем больше светового проема, там не будет никакого добора, мы заранее учтем слой утеплителя Так делают только идиоты, встаньте вот сюда, вот сюда, да И посмотрите внимательно, когда мы уберем слой внешнего утеплителя, мы никуда не уберем уровень фасада И только идиоты делают стекло как можно шире, потому что в результате в стекло будет видно просто тупо край вот этого фасада Никогда так нельзя сделать Здесь действительно должен быть широкий добор и в нем нет ничего противозаконного Потому что без него будет настолько ужасно и некрасиво, что вы просто будете видеть дырку вон туда и вату торчащую вон оттуда Никогда так не делайте Чтобы выяснить толщину утеплителя, вот такой отвертки мало, нужно что-то посерьезнее Но, если у вас нет чего-нибудь подлиньше, просто возьмите проковырять отверстие побольше, чтобы отвертка зашла туда целиком И убедите, что вы добрались до несущей стены, затем замерите ровно вот эту вот ширину и доберите с помощью доборов Они так и называются доборы, они нужны, чтобы что-то добирать Иначе у вас с той стороны будет видно не край рамы, а будет видно стекло И из стекла будет видно не улицу, а утеплитель А теперь самое интересное, замер длины остекления И самое интересное в том, что когда оно угловое, возникает самое большое количество ошибок Самая первая ошибка, идите сюда, сделать вот эту часть слишком длинной и в результате вот эта часть слишком вылетает на улицу Но это еще не так страшно, потому что сделать ее слишком длинной не получится Парапет все-таки здесь и мы его видим Самое ужасное, это когда замерщик наоборот думает Здесь же будет утепление, а давай-ка я поставлю раму вот здесь, посередине будущего пирога парапета Знаете, что получается в итоге? Объем лоджи существенно уменьшается Заказчик находится здесь, ему так классно, просторно А после присоединения заходит такой и говорит, блин, все же не так было Вот так делать никогда нельзя, дорогие замерщики Пожалуйста, оставьте раму на старом, блядь, месте Даже если здесь будет утепление, пусть у заказчика просто будет более широкий подоконник Зачем вы маниакально сдвигаете раму вовнутрь, уменьшая заказчику вот этот объем и пространство Не надо так делать, никогда Оставляйте раму на старом парапете, а вот это утепление просто пусть будет И ничего страшного, широкий подоконник, это наоборот кайфово уже, да? Ну, верно ведь? Ну, мы же договорились? Вы же не будете больше так делать? Продолжение следует... И как видите, Константин замерил раму именно таким образом После того, как сюда приедет новое остекление Длина вот этой части и длина вот этой части подобраны таким образом Чтобы это остекление оказалось ровно по центру текущего парапета А здесь мы просто добавим с помощью утеплителя И получим классные широкие подоконники, на которые я буду ставить кофеек, смотреть туда И думать, блин, Подольск, пора в Москву валить Отходите дальше, в самый край лоджии, еще дальше, еще Все, осторожно, там стекло, блядь, куда вы? Итак, лоджия с остеклением до пола, да еще и ломаной формы Здесь куча нюансов обо всех по порядку Итак, нюанс номер один Длина вот этой части, должна ли она быть удлиненной? Нет Она должна остаться такой же, потому что, смотрите, вот там уже фасад Смотрите, смотрите, вот он фасад Поэтому ширина вот этого участка должна остаться такой же, чтобы не рушить фасадную часть здания А туда нужно просто поставить добор Теперь второй нюанс, посмотрите туда Там будет натяжной потолок И вверху, и на той лоджии, и на этой должны быть специальные доборы миллиметров сто В которых этот натяжной потолок, а точнее его багет, будет закрепляться Нюанс номер три Отойдите чуть подальше, осторожно, там стекло Присядьте, присядьте, присядьте На корточках подольских В подольских просто принято говорить на корточках Так вот, внизу будет, напомню, 11 сантиметров стяжки Они нужны для того, чтобы вот здесь было тепло Внизу холодные соседи Никогда не нужно надеяться на соседей, которые якобы утеплили свою лоджию снизу Во-первых, они могут и снять утепление А во-вторых, главное, будет промерзать торец плиты И все равно здесь будет холодно Поэтому никаких теплых соседей, ни сверху, ни снизу, не существует Полно лоджии всегда нужно утеплять А обычно это 10-11 сантиметров Так вот, чтобы это будущее утепление не втыкалось вам в стекло Его не было видно со стороны улицы Снизу тоже должен быть добор, который это предусматривает А самое главное Толщина этого добора должна учитывать нижний пенный шов Который должен также составлять 30 миллиметров И он должен быть подобран таким образом Чтобы будущая рама находилась на уровне будущей стяжки Чтобы напольное покрытие подходило к ней Иначе будет некрасиво Если добор будет слишком маленьким Рама уйдет под стяжку Да, чистовое покрытие подойдет почти к стеклу И не залезет на стекло Но это будет смотреться некрасиво Со всех сторон есть периметр рамы Слева, справа, сверху А снизу почти под стекло Подходит напольное покрытие Никогда так не делайте Это некрасиво А самое главное Если нужно будет поменять стекло Вдруг оно разбилось Будет писем Вы не сможете достать штапик Поэтому рама должна находиться в прямой видимости Вместе со всеми штапиками А все остальное скрытое Должно выполняться с помощью доборов Они для этого и нужны Они так и называются доборы Чтобы добирать что-то Запомните, это дорогие замерщики Теперь самое главное Дорогие замерщики Запомните, что заказчики Не все обладают вашим ростом Когда вы приходите Замеряете раму Которая начинается вот отсюда Вот до туда И не пишите фразу Заниженная ручка У заказчика она оказывается Вот тут у меня рост 178 Мне и то иногда трудно дотянуться До того, что вы там намерили И наконфигурировали Заказчикам с маленьким ростом Приходится бегать за табуреточкой Прекратите так делать Прекратите это Запомните, заниженная ручка Работает так же, как обычная Но приносит заказчику Гораздо больше комфорта Вот она, заниженная ручка Смотрите, как удобно Вот так и нужно делать Записали, запомнили Вот лучше всегда записывайте Вы замерщик, вы запомнили, да? Получил информацию Записал информацию Получил информацию Еще раз записал Вот запишите Заниженная ручка И последний нюанс Который касается вот такого типа остекления Запомните, когда вы поставите сюда классное остекление Вам захочется вот это вот убрать Скорее всего, вы это уберете еще задолго до монтажа того остекления Но, пожалуйста, не забывайте функцию, которую вот эта штука выполняет Она для вашей безопасности Стекла достаточно легко бьются Мы когда вот эти все стекла били Мы вам уже это показали Запомните, нижние стекла Если вы убираете вот это вот ограждение Должны быть противоударными Если этого не сделать, вы их гарантированно разобьете Поэтому просто запомните Нижние стекла должны быть либо противоударными Либо противоударными Любой из этих вариантов допускается Никакой другой, ни в коем случае Но и также запомните, что есть два типа противоударных стекол Закаленные и триплекс Закаленные просто не поранят вас осколками, когда разлетятся А триплекс превратится в что-то вот такое вот не позволит вам выпасть сюда лучше ставить именно триплекс а не коленку также запомните да он дороже но сюда нужно ставить именно триплекс ну либо триплекс ну и на этом у меня на сегодня все правильно мерить и пластиковые окна правильно мерить и балконные блоки самое главное правильно мерить и внешнее остекление потому что с ним больше всего геморрой и самые дорогие самые масштабные переделать а с вами как всегда был алексей земсков и наш эксперт константин до новых встреч до свидания